Никто не будет ехать с отпущенным газом и супер быстро рулить. Ну, как вы и рассчитывали, мотор задетонирует и быстро умрет. И вы пытаетесь на машине дрифтить или ехать в кольцевом стиле, давление будет линейным, мотор будет прекрасно работать. Всем привет, с вами Семен. Сегодня я расскажу про неотливайки. Что такое вообще неотливайки, что там в машине отливает, не отливает, и куда этому нужно, отливать или нет. Расскажу про масло, про бензин и почему нужны эти вообще все системы. Здесь у нас лежит масляный поддон, маслоприемник, который стоит обычно вот в этом месте. Масло в поддоне заполняет его определенный объем. И когда мы на машине едем активно, наваливаем, рулим, вот этот объем масла, он может уйти от маслоприемника в другую сторону. Например, на достаточно активном ускорении масло уйдет в другую часть поддона. Под действием как раз-таки ускорения и маслоприемник может получить порцию воздуха, давление масла в системе упадет, может произойти задир вкладышей, мотор застучит, в общем, ничего хорошего не произойдет. Поэтому были придуманы всякие разные системы, чтобы этого не происходило. В штатном поддоне вот здесь стоит просто пластина, которая не дает маслу там, например, на кочках или при резких ускорениях, перекладках, уходить от маслоприемника. Но когда вы достаточно долгое время ускоряетесь, на большой мощности масло все равно может даже с такой системой куда-то утечь, и мотор хапнет воздуха. Поэтому существуют более продвинутые системы, поддоны с большей емкостью и всякие шторки. Чтобы нам избежать вот этого эффекта отлива масла от маслоприемника, нужно поставить дополнительные какие-то системы. Например, для Сильвии с ее маленьким поддоном, Томэй делает решение со шторками, увеличенным поддоном. Они работают в том ключе, что масло в одну сторону подается к маслоприемнику, а в другую уйти не может, потому что шторка закрывается. Увеличенный объем масла вы можете залить туда на литр или еще больше. Масло это нужно для того, чтобы оно меньше грелось. Маленький объем нагреть достаточно быстро можно. А если масла там больше, мы начинаем наваливать. То, чтобы его нагреть, нужно больше времени. И это может помочь нам проехать какой-то дрифтовый конфиг, сложный на большой мощности. И масло дольше живет по ресурсу, когда его больше объема, потому что оно меньше греется, меньше окисляется большой объем, поэтому это достаточно хорошо. Даже в стоке некоторые производители приходят к некоторым ухищрениям, чтобы масло не уходило от маслоприемника. Например, BMW с их мощными моторами ставят электронасосы на разные части поддона, чтобы они при определенном ускорении подкачивали масло к маслоприемнику. И, соответственно, оно не уходило и давление не терялось. А еще есть такая крутая штука, как Акусамп. Это не вот это, это просто труба, но выглядит он примерно так же сбоку. Внутри есть поршень, с одной стороны подается масло. Когда вы заводите мотор, масло под давлением приходит в эту полость, поршень сдвигается, а здесь у нас достаточно сильная пружина. Масло начинает заполнять этот объем, и когда полностью аккумулятор этот масляный заполнился, закрывается клапан. Здесь у нас может находиться несколько литров масла. И работает эта штука, как такой продвинутый аккумулятор масляный. То есть, когда мы едем на таком заряженном моторе с системой Акусамп, начинаем активно поворачивать, дрифтить, ускоряться, датчик давления в моторе видит, что давление масла начинает падать ниже определенного уровня, дает команду на этот клапан открыться. И масло под давлением пружины попадает в мотор, тем самым компенсирует вот эту потерю из-за отлива масла от приемника, и не дает мотору умереть. Поэтому система достаточно крутая и может спасти ваш мотор. Но может также и убить при неправильном использовании. Когда вы заводите мотор, может быть даже литра 4 масла уйдет в эту систему. Поэтому заблаговременно налейте туда масла побольше, заведите, заполните аккумулятор и проверьте масло. Его в моторе станет гораздо больше, может быть даже раза в два. Для самых продвинутых гонщиков, кто катается в каких-то серьезных видах спорта, и мотор получает дикие нагрузки, есть системы сухого картера. Там нет поддона, стоит просто картер. Из него насос перекачивает в такой достаточно большой бак, где масло может быть несколько десятков литров. Он выполнен в виде такой вот колбы, и масло подача осуществляется с нижней его части, тоже через специальный насос, уже в мотор. И из такого объема масло уже ни при каких условиях от приемника отлить не может, и его поток будет постоянным, воздуха никуда не попадет. Давление будет линейным, мотор будет прекрасно работать. Поэтому дешево он стоит точно не будет. Про маслоприемник и как это все работает в моторе, я рассказывал в серии про масло, поэтому можете ее посмотреть, сейчас не буду в это углубляться. А сейчас перейдем к бензину, и как он может отливать от бензонасоса, и чем это плохо. Бензонасос качает топливо в сторону топливной рампы, там стоит регулятор, это все подается в мотор, и если что-то пойдет не так, и давление в системе упадет, например, бензин отошел от бензонасоса, попал опять же воздух, давление упало, мотор забеднит, задетонирует, может умереть, это все очень плохо, поэтому нужно следить, чтобы бензин стоял на своем месте, никуда не отливал, для этого тоже есть некоторые системы в виде не отливаек. В стоке почти на всех машинах возле бензонасоса есть такой стакан из стенок, чтобы бензин при каких-то резких поворотах, там кочках, перекладках, не отливал от бензонасоса. Бензин, он более жидкий, чем масло, поэтому эти системы должны быть более серьезными. Очень плохо может сказываться езда с пустым баком, и даже никакой штатный стакан вас не спасет, если у вас там осталось меньше четверти бака, и вы пытаетесь на машине дрифтить или ехать в кольцевом стиле, бензин обязательно отойдет от бензонасоса, мотор задетонирует и быстро умрет. Поэтому нужно обязательно следить за этим, и если на машине ездите активно, добавить не отливайку, потому что даже если бензина больше полубака, он достаточно жидкий, и при резких каких-то движениях автомобиля может все-таки произойти ситуация с отливом бензина, и она будет фатальна. Ведь, как правило, вот все эти отливы происходят, когда вы едете газ в пол, потому что никто не будет ехать с отпущенным газом и супер быстро рулить долгое время. Поэтому не отливайки для бензина, они нужны. В бак можно добавить еще какой-то дополнительный стакан, придумать какую-то систему, но круче всего работают внешние маленькие баки с отдельным насосом. Вот эта труба, я как раз хочу сделать из нее не отливайку для бензина. От нее отрежем небольшой кусок, чтобы там было 3-4 литра бензина, сделаем из нее такой цилиндр, сделаем также снизу подачу на отдельный внешний насос, а сюда бензин будет перекачиваться из основного бака. Даже если в основном баке произойдет какой-то отлив бензина от бензонасоса, здесь у нас есть хороший запас до того, как у нас пойдет воздух в основную систему, которая работает под давлением. Система, которая перекачивает из основного бака в дополнительный, она работает без давления. Поэтому ставить туда какой-либо очень производительный насос не нужно, потому что любой насос без давления качает гораздо больше, нежели чем под давлением. Поэтому хватит простейшего, чтобы он правильно сюда качал. Не забывайте о вентиляции отдельного бака, она должна происходить в основной, потому что насос будет качать сюда гораздо больше бензина, чем потребляет тот насос, который качает под давлением уже в мотор. Поэтому нужен перекачивающий такой контур в основной бак, и тут будет создаваться некоторая циркуляция. Также обратку после топливного регулятора стоит завести вот в этот бачок именно. Про то, как работает топливная система, регуляторы, форсунки, я рассказывал в серии про топливные системы, обязательно это посмотрите. После вот этого вот маленького бака насос должен быть достаточно производительный, ну, как вы и рассчитывали, для своей топливной системы. А насос в баке, как я уже сказал, можно поставить попроще, потому что он будет менее нагружен. А из этой системы бензин уже точно никуда не будет отливать. Здесь воздуха минимальное количество. Даже если насос в баке хапнет немножко воздуха, эта система все компенсирует и будет работать очень круто. Поэтому не отливайки для бензина, которые выполнены в таком виде для спортивных автомобилей, работают очень круто. В автомобиле это две основные жидкости, которые могут отливать от своих маслоприемников либо бензонасоса. Остальные жидкости, как правило, не ведут себя таким образом. Поэтому если у вас отливает жидкость ГУР, например, вероятно, у вас что-то не так с машиной совсем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Антифриз отливать не может, тормозуха тоже, поэтому, в принципе, про нет ли вайки рассказал все. Тюнячие поддоны масляные, увеличенного объема со шторками, могут стоить от 10 там до 20 тысяч рублей. Примерно на основные популярные моторы, например, на SR можно китайский поддон тысяч за семь даже купить. Но там шторки подклинивать могут, поэтому следите за этим, если берете китайский. Брундовые вещи, конечно же, стоят дороже Для моторов RB26 Амэй изготовил пластины, которые встают В штатный поддон Там нужно нарезать резьбу, что-то приварить Не помню, уже стоит, по-моему, до 10 тысяч Примерно так На другие машины, где поддон достаточно массивный Бот, стоит чуть больше 20 тысяч Неотливайки для бензина, как правило, всегда кастомные И делаются под определенные гоночные проекты Потому что вряд ли кто-то хочет иметь Внешний насос в городской тачке Это не совсем прикольно Поэтому добавляется просто какой-то стакан в бак Такая система, даже кастомная Будет стоить порядка 10-20 тысяч Не более За какой-то такой изощренный способ Неотливайки в баке А внешняя система с отдельным баком Если прокладывать отдельные магистрали Покупать тюнячие насосы Может превысить и 100 тысяч рублей Спасибо всем, что посмотрели этот видос Подписывайтесь обязательно на канал Ставьте лайки, пишите комменты С вами был Семен, пока!